Кожаные изделия пользуются большим спросом на рынке, благодаря своим характеристикам, способности долго сохранять тепло, износостойкости, хорошей разнашиваемости. Кожаная обувь присутствует в гардеробе практически у каждого человека, за исключением гринписовцев. Бюджетный кожзам также занимает свою нишу на рынке и пользуется не меньшей популярностью, чем кожа, среди небогатых слоев населения. Но встречаются недобросовестные производители, которые продают кожзам под видом натуральной кожи по завышенным ценам. С течением времени мошенники совершенствуют свои умения в производстве поделок под кожу. Как же защитить себя от таких предпринимателей? Что такое прессованная кожа? Вы заходите в магазин известного обувного бренда и видите на полке симпатичные сапожки вашего размера. Но вас смущает их цена, которая немного не дотягивает до средней стоимости кожаной обуви. А почему так дешево? Спрашиваете вы, продавца-консультанта, это натуральная кожа. Девушка с улыбкой отвечает, прессованная, вызывая у вас очередной шквал вопросов, на которые она. Дает убедительное объяснение, она такая же, как и натуральная, но изготовлена по специальной технологии с применением пресса. Так ли это в действительности? Факт. Прессованная кожа и кожзам – близкие родственники. Прессованную кожу производят из отходов, которые остались после изготовления кожаных изделий. Но скрепляют эти отходы с помощью синтетических материалов, тех же, которые используются при производстве кожзама. Прессованная кожа внешне очень похожа на натуральную. Но она не пропускает воздух, не разнашивается. А изделия из нее служат не более одного сезона, так же, как и с кожзама. Будьте внимательны, особенно при покупке обуви. Приобретая обувь из прессованной кожи, вы получите изделие, которое рискует развалиться через месяц по цене настоящей кожаной вещи. Как отличить натуральную кожу от кожзама и прессованной кожи? Ориентируемся по запаху. Натуральная кожа имеет характерный запах, который невозможно перепутать ни с чем другим. Отправляясь в магазин, захватите с собой небольшую кожаную вещь, перчатку, ключницу и сравнивайте ее запах с вещами, которые собираетесь купить. Недостаток метода. С прессованной кожей этот метод не сработает, потому что она содержит в себе частички натуральной кожи. А в кожзам некоторые сообразительные продавцы добавляют ароматизаторы кожи, дабы усыпить бдительность покупателей. Испытания огнем и водой. Если поднести источник огня к изделию из кожзама, оно немедленно начнет плавиться. А кожаная вещь останется невредимой. Капля воды, попавшая на кожу, сразу же просочится внутрь, оставив лишь влажный след. А попав на кожзам, вода скатится по поверхности и не впитается. Озвучено Яндекс Спичкит. Недостаток метода. Продавцы-консультанты выставят вас из магазина с охраной, если вы попытаетесь поджечь их товар. Но на каплю воды, скорее всего, никто не обратит внимания. Выворачиваем наизнанку. Посмотрите на обратную сторону кожаного изделия, что вы там видите. Если нежную замшевую поверхность, перед вами натуральная кожа, а если простую ткань, кожзам или прессованная кожа. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Недостаток метода. Некоторые вещи шиты очень прочно и замысловато. Чтобы посмотреть на изнаночную сторону такой вещи, вам придется ее частично распороть, чего опять же не допустят продавцы-консультанты. Да и вам не захочется потом покупать вещь, которую вы испортили. Ищем пометку. На вещах из кожи производитель обязан ставить значок, сообщение о том, что это натуральное кожаное изделие. Эту метку можно сравнить с изображением звериной шкуры. Недостаток метода. Вещи кустарного производства могут и не иметь никаких значков. А недобросовестный продавец способен прикрепить метку к вещи из кожзама. Сохранение тепла. Возьмите вещь в руки, накройте ладонями и подержите несколько минут. Если она сделана из кожи, переданное вами тепло будет в ней сохраняться некоторое время. Если это прессованная кожа или кожзам, ваши ладони вспотеют в процессе, а само нагретое изделие очень быстро утратит тепло. Недостаток метода. Нужно некоторое время, чтобы узнать результаты данного опыта, но в остальном он не имеет недостатков. Мимические морщинки. Надавите на кожу изделие пальцами или согните ее до образования складки, затем отпустите. Складки, образовавшиеся на настоящей коже, пропадут моментально. Это свойство есть и у человеческой кожи, когда вы улыбаетесь, у вас появляются мимические морщинки в уголках глаз и около рта, которые исчезают, стоит вам расслабить лицевые мышцы. На поверхности кожзама вам будет сложно получить морщину. Но уж если она возникла, это будет настоящий залом, не подающийся разглаживанию. Недостаток метода. Продавцы-консультанты могут воспротивиться вашему желанию мять и жимать товар, поэтому производить подобные действия лучше незаметно. Итак, вы научились отличать натуральную кожу от заменителей. Но чтобы полностью обезопасить себя от мошенничества продавцов, покупайте кожаные вещи в проверенных магазинах или пользуйтесь рекомендациями близких и друзей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok